Уважаемые друзья, мы с вами заканчиваем шестой псалом за Божьей помощью, начинаем седьмой. Говорили о простом понимании этого шестого псалма, Мальбим, наш великий комментатор, говорил о болезнях, неприятностях страшных, которые постигли царя Давида в истории с Батшевой. И сразу после этой истории мы с вами помним о том, что царь Давид был полгода прокаженным, как сообщают нам Талмудцы, сообщают нам наши комментаторы. И вот в этом страшном состоянии был составлен этот шестой псалом, и речь шла о том, что психологическое давление, которое было оказано со всех сторон, на царя Давида было гораздо более страшным, гораздо более чувствительным для него, чем сама болезнь. То есть это страшно, это чудовищно, гнить заживо, болеть проказой. Но то, как к нему относились люди в результате этой истории с Батшевой, это было гораздо страшнее. Разумеется, множество вопросов в этой истории мы, конечно же, не будем их обсуждать. Единственное, что вот что-то взбрело мне в голову напомнить вам, почему Давид в итоге ничего не поменял. Почему эта женщина, чей муж был отправлен на верную смерть, нельзя, наверное, говорить, слава Богу, но так произошло, как мы с вами неоднократно говорили, что Урия, он был убит до того, как Йоав, фельдмаршал царя Давида, устроил по приказу царя Давида смерть этого самого Урии. То есть он уже погиб до того, как руководство армии, которому это было приказано Давидом, начало заниматься устройством его смерти. Не успели устроить его смерть. В общем, конечно, все равно история выглядит, мягко говоря, непривлекательно. Вот так, после всего этого Давид оставил у себя Батшеву, она оставалась его женой, любимой женой на протяжении всех оставшихся лет его жизни. Она и есть, как вы прекрасно знаете, мать его главного наследника, мать царя Шломо. И это не совсем понятный момент. Как же так, женщина, которую он взял к себе, в общем-то, если не грешным путем, мы с вами говорили, что с формальной точки зрения там был развод, но во всяком случае очень некрасиво она к нему попала, и в итоге, возвращаясь к нашему псалму, он на себе чувствовал такое страшнейшее психологическое давление со всех сторон. Люди его унижали, издевались над ним, проклинали за то, что он себя так повел. Почему он все-таки остался с этой женщиной? Я напоминаю вам, что именно она была его той самой половинкой, той самой женщиной, которая дополняет мужчину, становится главной помощницей в его жизни. То есть, именно она была его судьбой. И расстаться с ней он не мог. Другой вопрос, что как мы с вами говорили, там Медраж это подробно все описывает, так получилось, опять-таки, по определенным причинам, связанным с поведением самого царя Давида, скажем так, что женщина, которая была ему обещана, женщина, которая была предназначена ему свыше, сначала попала в руки другого мужчины. И расстаться с ней он не мог. В общем, он попал в очень тяжелое положение. И говорит он здесь о том, что единственное, кто может его спасти, это Творец, Бог, и он обращается к Богу, и умоляет его, и верит в то, что Бог ему ответит, и настолько верит в ответ Творца, что вот видите, крупным шрифтом у нас начинается одиннадцатый стих Юталев на первой странице. Его шу, устыдятся, ви баалу меот, остолбенеют очень, коль ойвай все враги мои. Я шуу повернуться, ну, в данном случае вполне возможно, что даже имеется в виду слово тшува здесь. Я шуу вернуться, повернуться, в смысле того, что раскаются в своем отвратительном поведении, Его шу застыдятся еще раз, рага мгновенно. То есть, два раза написано слово застыдятся, что это означает. Давайте прочитаем, что говорит Мальбем. Его шу меот, говорит Мальбем, застыдятся очень, коль ойвай все мои враги, а буша шила эм, стыд их, те е будет гадуламе от, большим очень, бэгам. Это был первый момент, как мы с вами говорили в конце прошлого занятия. То есть, две неприятности постигнут врагов. Первый, это вот этот вот большой стыд, а видите, буква бет, со скобочкой, это второе, что их постигнет, а ло аз, разве не тогда, ибо галу коль ойвай, остолбенеют все мои враги. То есть, то, что они застыдятся, это для них, для врагов полбеды, то есть, что им станет стыдно, насчет то, что они там физически не смогут буквально сдвинуться с места, вот это состояние ступора, столбенения их постигнет. Ки, ибо гам, есигем, постигнет их, мишпад, элу, ки, суд божественный, мемаль, свыше. То есть, они еще, кроме всего прочего, будут наказаны, то есть, они сами себя накажут, вот этим глубоким осознанием, своей вины, своим стыдом, а потом еще они будут наказаны свыше. Лахен, поэтому, тоф лифнеем, хорошо перед ними, то есть, Мальбим вот так вот хитро объясняет этот пасук, видите, что конец пасука, это как бы призыв Давида, вы, мгновенно застыдитесь, вы, говорит, мгновенно раскаетесь, вы лучше не доводите, как бы обращается к своим врагам, до того, что вам придется застыдиться, из-за обстоятельств, из-за ситуации, которая резко поменяется, в мою пользу, и из-за того, что это изменение ситуации, приведет к вашему стыду, что вы не сами раскаетесь, из-за этого вы еще будете подвергнуты страшному наказанию, свыше, то есть, вот так вот остолбенеете, то есть, не доводите до этого, и вы по этому яшуу, вернитесь, то есть, пусть враги вернутся, раскаются, и застыдятся сами, прямо сейчас, то есть, обойдутся одним стыдом, но без внешних факторов, то есть, чтобы не внешние факторы привели к раскаянию, и к стыду, а внутреннее понимание того, что были неправы, и тогда, дело обойдется без наказания свыше, это момент простой, конечно, но тоже очень важный, вы должны с вами понимать, что наше с вами раскаяние, наше сближение с Творцом, обязательно должно происходить осознанно, и очень хорошо, когда сам человек, не под давлением внешним, людей или обстоятельств, совершает какие-то правильные, широкие шаги в сторону Бога, потому что, как мы с вами прекрасно знаем, очень часто эти шаги совершаются, к сожалению, тогда, когда давят окружающие люди, давят сгустившиеся тучи, обстоятельства, неприятности давят на человека, и тогда он начинает задумываться о высоком, о духовном, обращается к Творцу, то есть, когда уже выхода нет, когда уже люди окончательно оскандалились, подвели, не помогли, вот, тогда уже начинаются какие-то разговоры о Творце и об его участии, желательно, конечно, начать эти разговоры гораздо раньше, до того, как обстоятельства, загоняя человека в угол, вот об этом, собственно, здесь написано, видите, будет хорошо им, Ияшу, Иявошу, Рага, что они вернутся на этой третьей строке в конце этого абзаца, да, и застыдятся сразу, Ияшу, что они раскаются немедленно, Берега, Азот, во мгновение это, Увз, и с этой помощью, Ярвиху, они получат прибыль, Киах, Рега, Ияшу, что только на секундочку они застыдятся, то есть оказывается, когда человек осознает сам, сам приходит к пониманию своего неправильного поведения, стыд его длится меньше, это не такой страшный стыд, как если он не догадался ни о чем, не понял, что был неправ, а его заставили прийти к этому с помощью всяких внешних обстоятельств, силовых приемов, тут стыд может быть гораздо дольше, потому что к стыду, естественно, примешивается понимание того, что ты сам должен был бы догадаться о том, что ты не прав, а нет, не догадался, вот, и только тяжелые обстоятельства внешние, внешнее давление к этому приводит, стыд дольше, с помощью того, что они будут вынуждены, вот то, что я вам говорю, что стыд будет долго, если они будут вынуждены, признать истину, вот, они будут стыдиться очень, то есть если они признают истину сами, это произойдет быстро, если нет, то долго будут мучиться, стыдиться, и также они будут остолбеневать, они обалдеют, мипны, а он же из-за наказания, то есть человек может избегнуть больших неприятностей, тогда, когда он быстро признает, что он не прав, мы с вами неоднократно об этом говорили, царь Давид, кстати говоря, сам, как вы прекрасно помните, является блестящим примером этой скоростной чувы, быстрого раскаяния, помните, что в тот момент, когда пришел пророк и обвинил Давида во всем, что он сделал в истории с Батшевой, тут же, на месте, без всяких разговоров и препирательств, царь Давид признал свою вину и таким образом просто сохранил свою жизнь, потому что, как тут же сказал ему пророк, лотому ты не умрешь, потому что ты раскаялся, потому что ты сразу признал свою вину, вообще, Давид находился просто на волоске от смерти в этой ситуации, тогда, когда пророк пришел его обвинять в этом преступлении, совершенном с Батшевой. Как и обещал, с Божьей помощью, сейчас покажу вам Мидраж, отрывок из Мидража, классический, именно в нем, именно в этом отрывке написан этот знаменитый момент, связанный с музыкальными ладами, со струнами, и видите, этот Мидраж, он начинается с пасука из книги Бамидбар, Кахет Альвиим, видите, следующий абзац, пошел, Бамидбар Раббат, Эт Вафютарев, 15 глава, 11, 11, 11, Кахет Альвиим, возьми левитов, то есть, приобщение левитов к службе творцу, и, соответственно, сразу разговор начинается про музыку, потому что левиты, как вы прекрасно понимаете, составляли замечательно большой и интересный по составу оркестр, который работал постоянно в храме, вот, и тут же как раз на эту тему и идет разговор, Агалаха, закон, говорит Мидраж, Камма Нимен, сколько струн, аюбыли, было бэхинор в кеноре, ну, вы знаете, что в кеноре четыре струны, но это совсем не тот кенор, современный кенор со своими струнами соль, ре, ля, ми, э, стой, скрипка, это не тот музыкальный инструмент, который здесь имеется в виду, к сожалению, современная скрипка и старинный кенор это разные инструменты, но мы понимаем, в том числе и отсюда, что старинный кенор это тоже, конечно, струнный инструмент, ше аю, что были, альвиим левиты, минагним, играющими, бо, с помощью него, да, то есть, сколько было струн у этой лиры, да, или арфы, что-то такое, да, видите, азефраиш, амар, раби, иуда, шива, немин, семь струн, то есть, это была, нет, конечно, не гитара, но нечто вроде такой, семиструнной гитары, или лиры, семиструнной, семь струн, аю, баки, норм, было в этом кеноре, в этом, значит, струнном музыкальном инструменте, ше, наимар, как сказано, в шестнадцатом, псалме Давида, сова, самоход, сытость, радостями, эт панеха, при лице твоем, наимод, приятности, значит, царь Давид говорит о том, что, по-простому говоря, в простом смысле этого стиха, что, находиться рядом с Богом, при его открытом лице, то есть, при открытом присутствии Бога, человек сыт радостями, насыщается разными радостями, но это простой смысл, говорит геморавите, аль теги коре, не будь, геморав, мидраж, привык, что геморава, все время цитирую, не будь читающим сова, не читай сытость, эла но шева, семь, ну вы понимаете, гласовок нет, в псалмах Давида, и можно прочитать, как сова самоход, так и шева самоход, семь самоход, радости, обратите внимание, что вот эти вот, радости, семь, нот, называются именно радостями, то есть, они называются именно этим прекрасным словом, поскольку, приводят человека к радости, в старые добрые времена, как вы помните, даже пророки, пользовались музыкальными инструментами, пользовались услугами музыкантов, для того, чтобы возобновить связь с Творцом, прочистить, так сказать, канал, и находиться в состоянии радости, ибо пророчество уходит от человека, если он находится в состоянии скорби, или в состоянии гнева, как мы с вами помним, вот, ну, знаменитая история с пророком Илишей, который потерял связь с Богом, увидев царя Йорама, царя идолопоклонника, и вынужден был позвать музыкантов, чтобы восстановить связь с Богом, вот, так вот, это вот называется семь радостей, семь нот, это семь радостей, векен, Давид, и так, Давид Омер говорит, в другом месте, во 119-м псалме, Шева, боем, семь раз, имеется в виду, попросток, в день, Илал, тихо, восхвалял я тебя, ну, имеется в виду, в данном объяснении, в этом месте, Медража, семью струнами, каждый день, я тебя восхвалял, аль мишпетейцит, кеха, за законы, праведные твои, это, семиструнный кенор, времен Давида, времен храм, после точки, вели мот о машиях, а в дни мессии, на асид, шимона, делается, восемь, струн, то есть, во времена, машияха, будет, восьмиструнная, оказывается, лир, шекен, давид, омер, что так, давид говорит, бенигун, про, опять-таки, воспевание, про мелодии, ламнацеах, дирижеру, беннагенот, когда речь идет, про воспевание, аль, ашминит, про, седьмое, мы с вами говорили, что вот это вот название шестого псалма, и не совсем понятно, при чем здесь восьмое, то есть, да, шминит, восьмое, почему я сказал седьмое, восьмое, шминит, да, почему вообще я речи про что-то восьмое, оказывается, это как раз намек на восьмую струну, совершенно непонятное место в Медраше, с первого взгляда, потому что в одних псалмах Давида написано, шева, семь, с намеком на семь струн, в другом псалме, вот пожалуйста, в шестом, беннагенот аль ашминит, про восьмую струну, так почему мы, собственно, считаем, что семь было тогда, а восемь будет потом, видимо, есть традиция, по-простому говоря, согласно которой мы знаем, что было семь струн, и у Давида видим подтверждение этому, а когда он говорит про восьмую, это намек на особенную мессианскую лиру, сейчас попытаюсь объяснить, о чем это вообще здесь говорится, улеатит лаво, а в будущем, которое придет, то есть после мессианской эпохи, на асид эсэр делается десятию струн, то есть было семь, потом восемь, теперь десять, в совсем отдаленном будущем, ну будем надеяться, что не таком отдаленном, не таком отдаленном, да, во времена, которые будут уже после прихода Машиха, Шенеймар, как сказано, Элуким, все, видите, все доказательства, только из Давида, потому что если говорим про музыку, мы говорим только про Давида, все из Псалмов Давида, на самом деле, здесь уже конец Псалмов, да, 144-й Псалом, Элуким Бог Шир Хадаш, песню новую, Ашира лах, я воспою тебе, Беневель Асор, ну, Невель, другой вид музыкального инструмента, тоже близкий к кинору, с десятью струнами, Асор, Азамра лах, запою тебе, говорит царь Давид. О чем эти странные рассуждения о количестве струн? Я напоминаю вам, что когда-то Виленский Гаон, что меня поразило еще, бытность мою, когда я обучался в Московской государственной консерватории, сказал, что если бы он не учил Тора, он изучал бы музыку. То есть, если бы у него было время на изучение чего-то еще, кроме изучения божественной мудрости, он бы изучал музыку, музыкальную гармонию. Разумеется, мой восторг, мой Рэби, мой учитель в Ешиве быстро остудил, потому что тогда, когда я после очередных лекций в консерватории прибежал в Ешиву, тогда у меня было такое двоевластие в жизни. С одной стороны, я учился в консерватории, с другой стороны, учился и уже даже начал преподавать немножко в Ешиве. Я прибежал и сказал Равину, что вот я прочел, что Виленский Гаон, учил бы музыку в таком восторге, воодушевлении юном. А Рэби мне сказал вот так, через очки смотрел на меня, поверх очков. Ну, во-первых, сказал он мне, ты должен иметь в виду, что твоя музыка и музыка Виленского Гаона это две совершенно разных вещи. Так на всякий случай. Вылил на меня кастрюлю с холодной водой, до сих пор сижу, обтекаю, ну вот. Может быть, гораздо больше написал бы в своей жизни музыкальных произведений, если бы не этот ушат холодной воды. Шучу, конечно, дело совершенно не в этом. Просто у меня действительно тоже нет времени заниматься музыкальным творчеством. Но так, в принципе, в принципе, это выражение Гаона, оно, конечно, напрямую имеет отношение к пониманию музыки и ее связи с кабалой. Потому что, как мы с вами опять-таки хорошо понимаем, вообще, созвучия, гармония музыкальная связана с гармонией мира. И звуки, ноты, струны это намеки, в том числе, на определенные мистические уровни, на проявление качества нашего с вами создателя, который через, в том числе, и музыкальную гармонию проявляется в нашем мире. Но в этой связи становится совершенно понятным, как выстраивается этот мидраж. Сначала в нашем мире семь струн, семь качеств основных, нижних, начиная от качества Хесед и заканчивая качеством Алхут, мы с вами говорили, право-лево, центр, ну, как это соответствует человеческому организму, правая и левая рука, тело, две ноги, потом знак обрезания, шесть качеств, потом женское начало, принимающая сила, вот, то есть, мужское и женское на этих семи уровнях, семь качеств, семь способов управления миром, это семь струн в нашем мире. В момент прихода Машииха добавляется восьмая струна, более высокий уровень, качество Бина, вы знаете, Улам Ашмини, мир восьмого, это указание на это качество Бина, на материнскую заботу Творца о мире, то есть, интеллектуальный уровень, божественный интеллектуальный уровень становится не то, чтобы понятным, не дай Бог, для мира это невозможно, но он приоткрывается миру во времена Машииха, потому что уничтожается зло, происходит уничтожение зла, из-за этого понимание становится гораздо более глубоким. Ну и, наконец, когда речь идет про Тхиятаметима, оживление мертвых, про финальную стадию человеческой истории, в этот момент музыка становится десятиструнной, все десять уровней с самого верха до самого низа светят, открываются в этом мире, и поэтому музыка сфер, божественная музыка звучит на всех десяти струнах. Это отдельный большой разговор, может быть как-нибудь мы вернемся к нему, а сейчас давайте пойдем с вами в седьмой псалом. И видите, я тут довольно-таки странно построил его изучение, потому что после первого стиха у нас уже с вами будет сейчас большой пилмодический отрывок. Дело в том, что Мальби почему-то не то чтобы отказывается совсем, он откладывает классическую трактовку этого седьмого псалма, на потом, упоминает ее вскользь, в скобках, и идет дальше объяснять, так как ему это нравится. И нам бы хорошо быть разобраться в этом решении нашего выдающегося мудреца и комментатора, чего это он вдруг, вместо того, чтобы сразу дать классическое, показанное в Талмуде, в общем, всем известное, объяснение этого седьмого псалма, объяснение его названия, в конце концов, почему вместо этого он идет строго по такому пшату, по простому смыслу этого псалма и как-то пытается именно избежать классической талмудической трактовки. Ну, давайте посмотрим. Видите, шигайон или Давид, ну, от слова шгага, ошибка Давида. То есть, такая удивительная, странная формулировка начала этого псалма, седьмого псалма, Давид говорит, что произошла какая-то большая ошибка, Ашер Шар Лошем, что он пел Богу Аль-Диврей про дела Куш бен Йемени, Куша сына Йемени, сына правого. Кто такой Куш сын Йемени, про чьи дела пел Давид, что является ошибкой? В общем-то, талмудическая трактовка, классическая трактовка здесь представляется совершенно очевидной. Тем более удивительно, что, как было сказано выше, Мальбин ее избегает. Мы прекрасно знаем с вами, что Куш это название Эфиопии. И не совсем понятно, при чем тут Эфиопия, но кто такой Бен Йемени, сын правого, но это тот, кто из колена Бен Йемени, у кого вообще, как не у Давида, царя Давида, были дела с одним очень известным человеком, из колена Бен Йемени. И вот эти Диврей Куш Бен Йемени, дела Куша, Эфиопа, из колена Бен Йемени, то есть кого-то там называют типа странно, такая кличка дается, типа Эфиоп, почему он Эфиоп, но это мы сейчас поймем, с помощью Талмуда разберемся, почему он Эфиоп, но то, что это Бен Йемени, то, что это человек из колена Давида и главным человеком из колена Давида у с которым у у у с колена Бениамина, с которым у Давида были огромные проблемы, разумеется, было его тесть. Дорогой, царь Шаул, предыдущий царь Израиль, и вот здесь с этого псалма на самом деле по-хорошему-то и начинаются в псалмах Давида взаимоотношения зятя с тестьем. Конечно, надо сказать, что это огромный пласт в псалмах, огромное количество упоминаний, намеков, тонких всяких поворотов в эту сторону в псалмах Давида есть. Потому что, как мы с вами прекрасно понимаем, большое количество псалмов возникло под влиянием того, что Давид работал у царя Шаула, ну, в хорошие времена, в начале, да, он работал у царя Шаула музыкантом, он поправлял здоровье своей музыкой царю Шаулу. И именно тогда начались эти высочайшие отношения между Шаулом и Давидом. Шаул очень любил Давида. И тем более нездоровыми являются эти отношения, что потом, как мы прекрасно помним, царь Давид был преследуем Шаулом. И Шаул хотел убить Давида. И неоднократно был недалек от достижения этой цели. Опять-таки, как мы с вами прекрасно помним. Это были тяжелейшие, длительные и крайне нездоровые взаимоотношения. Потому что в них, почему я говорю нездоровые, потому что в них переплетались любовь и ненависть со страшной силой. Так вот здесь начинается эта тема. Это совершенно очевидный момент. И Талмуд собственно так это все и трактует. Смотри, что пишет в скобках сначала хотя конечно Талмуд раньше гораздо снимали, но вот интерес шаг простой смысл амивуар разъяснено медиврей ашира азот из слов песни этой. Все называется словами песни вы понимаете так что все псалмы Давида это песни кикуш что этот куш зе этот эфиоп этот ну какой-то эфиопский царь может быть родав Ахар Давид гнался за Давидом то есть мальбиум подчеркнуто идет по простому псалм смыслу псалма в котором действительно видно что какой-то там наглый куш гнался за царем Давида в лаках ему и взял с собой отдат лиумим собрание народов собрание племен то есть у тебя была целая армия из племен у этого куша лилах анекдот чтобы воевать с Давидом и совет его этот аяло лимокеш был ему засадой то есть в итоге он попал в ту яму в которую он должен был попасть в ту которую он рыл Давиду сам попал в эту яму этот самый куш и дальше видите после запятой умец и обрисовывая это все дело Давид киилу куш вято как будто куша его община ая шевет апо были жезлом гнева шел ашем всевышнего ла анош это Давид чтобы наказать Давида что вот этот страшный эфиуп со своей армией гнался за Давидом для того чтобы по указанию свыше Давида наказать аваль но ахар шевит ашем после того как узрел Бог посмотрел Бог на дела их злые то есть после того как Бог обратил внимание на злые дела этих эфиопов и примкнувших к ним народ веарах и оценил ленегдам в соответствии с ними в сравнении с ними циткат Давид праведность Давида шам апо ми Давид отвернулся гнев от Давида на общину его ненавистников и они свалились в яму которую выкупили то есть это вот полное содержание этого псалма в котором конечно есть важный вот этот момент странно немножко для нас да Бог сначала выбирает себе людей чтобы наказать какого-то человека а потом смотрит на этих людей на их злодейство он собственно их выбрал для того чтобы наказать для того чтобы наказать как вы прекрасно знаете обычно и выбирают не самых праведных людей как в Талмуде ясно написано мегалгалимхували дехая то есть неприятности приходят с помощью неприятных людей вот тем не менее творец видите ли посмотрел на их злодейство сравнил их поведение с поведением Давида но разумеется это было совершенно не в их пользу вот и решил значит отвернуться со своим гневным лицом от Давида и наказал собственно тех кого хотел использовать для наказания Давида очень странная история что это означает как это вообще работает мы с Божьей помощью к этому вернемся но это конечно же пшат совсем простой смысл который Мальбе обнаруживает в псалме зачем-то он за него за этот совсем простой не классический способ трактовки псалма цепляется зачем мы обязательно увидим когда этот псалом пройдем потому что талмудическая трактовка оказывается очень сложной то есть если смотреть на первый стих вот который мы сейчас прочли она наоборот кажется и не сложной и очень подходящей талмудическая трактовка но с остальным всем текстом вместе псалма этого получаются большие проблемы но мы это увидим сейчас давайте прочитаем этот отрывок талмудов в конце концов классики разумеется самое важное и самое уважаемое место говорит талмуд видите в трактате Мод Катан на шестнадцатом листе был такой человек как его это получше перевести ну пасек устанавливал порядок ну то есть порядок какого-то изучения изучал какую-то отрывок изучал ками дара иуда перед иуда это все как вы понимаете арамейский язык ки мата когда дошел легай до этого пасука то есть когда он дочитал до пасука о Давиде и Шауле в эле ди врей Давид а Харони не только Шауле кстати и эти слова Давида последние конец книги Шмойля фактически конец жизни Давида 23 глава второй книги Шмойля вот слова Давида последние але флавета марло а Хароним последние Зутро Бартуви говорит Равиуле Равина перед которым он это все изучает Михлаль отсюда да и как что есть решоним первые решоним май нингу первые что это что они то есть какие первые почему написано здесь у пророка Шмойля что это последние слова Давида какие первые вопрос очень странный но прямо удивительный что значит какие первые все все псалмы сейчас жизнь Давида заканчивается что значит какие первые акац это очень хитрый момент потому что нигде не было написано такой формулировки Диврей Давид Эля Диврей Давид это слова Давида а когда такая вот именно такая формулировка приводится речь идет про особенные слова не просто творчество Давида даже несмотря на то что оно было связано с так называемым руха кодеш духом святости связь с Богом у Давида была все это так но это какой-то особый уровень ну смотрим дальше третья строчка последнее это слово в этом большом цветном абзаце шатик шатак промолчал равин ничего не ответит было амар и не сказал ему было миди и ничего зачем после того как написано что он промолчал сказал что он ничего не сказал промолчал это он непосредственно когда услышал этот вопрос а не сказал ничего в течение того времени когда с утра бортове ждал ответа то есть тот не продолжит читать книгу он сидит молчит тоже ученик ждет когда наконец учитель разродиться когда он наконец ответит на вопрос гадар али фламид а марлей снова сказал им охороним может быть уважаемый ребе не расслышал последний михлаль де ика решением отсюда мы знаем что есть первый ну давайте прочитаем рашу да да алло разве нет такого да что лоб мацин и мы не находим шеомар давид что сказал давид диврей вот эти слова и ла бэмми крозе но в пасуке это д диврей что вот это вот оказывается слово диврей в танахе лошон него а это определение пророчества то есть прямо высочайший уровень высказывания от давида уровень пророческого высказывания здесь имеется ввиду и написано что это последнее значит это были первые начнут где-то тоже такое что-то на таком же уровне на уровне пророчества сказал где же решение им после скобок до май и что это первый как где но это называется два раза предстать с одним и тем же крови ну за что ай-яй-яй что может быть да амар лэй сказал ему следующая строчка сокращение али фламид май даты что за разум у тебя то есть какое твое мнение ты что думаешь дело яда что тот кто не знает перуша объяснение дыгай край этого пасука лав гавра рада не человек большой вот то есть ты что думаешь что если раввин не может ответить на твой вопрос он уже перестает быть большим человеком важным человеком ему можно приставать два раза с одним и тем же издеваться я до узнал значит с утра бортове этот ученик понял д на кат мил то что взял эту вещь беда ты в разум свой то есть он понял с утра бортове что раввин рассердился на него рассердился за то что к нему два раза подряд пристал с вопросом что они делали в таких случаях на агнези фута провел отвержение бенавшей с собой со своей душой ход йома один день то есть если раввин рассердился на ученика и дал ему то понять ученик пропадал с глаз долой на сутки то что сделано с утра бортове собственно об этом как раз об этих на зефот о том как кого-то там отлучают выгоняют об этом весь этот отрывок в талмуде в трактате моет катан но нас сейчас не это интересует нас интересует объяснение пуска у д и а то и что это пришло алло на на эту так когда мы уже пришли к этому по суку мига однако охороним последние слова давида михлали отсюда и так далее да что есть 1 какие же первые оказывается первые слова давида в предыдущих же главе прям предыдущей главе этой второй книги пророка шмуре то есть последние слова в 23 главе 1 20 6 за слова а вот они вайдабер давид и говорил давид лошам богу и диврей ашира азот слова песни здесь тоже есть предыдущей главе тоже слова деврей вот это вот слово слова даем в день и цель ашер спасение богом а то его миг как коль вы его из рук всех во врагов у миг а шаул и от руки шаул как мы видим все враги на одной чаши весов а шаул на другой для него преследования дорогого любимого тесте они стоили понятно дороже всего с психологической страны для давида вот так здесь как раз наш момент классического объяснения седьмого псалма давид вот он читаем амар ло сказал ему гайку бэдгэ а кадош барову сказал ему всевышний ли давид 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 то есть еще и имя произнес это особый момент когда творец обращается к человеку по имени это обычный лошон хиба язык особой любви творца в данном случае не совсем так шира песню а та омер ты говоришь а мапа лото пропадение шель шаул шаул это что тебе повод для того чтобы петь песни то что погиб в битве на горе гилбо царь шаул да он был твоим врагом да он хотел твоей смерти но это что повод произнести псалом после того как погиб такой человек погиб предыдущий царь израиля пусть даже твой враг и страшный абсолютно поразительный вариант формулировки в этой отповеди которую бог дал давиду посмотрите ил малы ата шауль если бы ты был шаул раша говорит видите ше но ладо то бе мазало ты бы родился в его с его мазалем с его судьбой то есть если бы ты давид родился бы под той звездой под которой родился шаул по всей видимости надо читать под несчастливой звездой бегу давид а он был давидом в скобочках раньше но лад до мазаль шельха он бы родился бы под звездой твоей то есть если бы вы могли поменяться судьбами и бадати я бы уничтожил кама давид скольких давидов мипанав как бы перед ним ради него скольких таких давидов как ты я бы в расход пустил ради одного шаула но мы уже следующий раз более подробно на эту тему поговорим понимаете такой подход к взаимоотношениям давида и шаула бросает тень на все псалмы давида совершенно по-другому все псалмы читаются но не все но очень многие которые связаны с этими тяжелейшими взаимоотношениями взятий тесте предыдущего царя с последующим так почему это так скобочках ветераши пишут садик муха потому что он праведней тебя кто шаул праведней давида шаул которые это и топят очень интересный вопрос к этому надо вернуться с этим надо разобраться тем не менее то прямой текст талмуда с этим никто не спорит это совершенно очевидное традиционное понимание взаимоотношений двух этих величайших людей ну попытаемся в этом разобраться потихонечку полигонечку и в том числе и по мере прочтения псалмов давида которые будут все время возвращаться к этой теме гайну диктив именно то что написано вот он пожалуйста этот седьмой псалом шигайон скобочка хорошо пиши гага айталу ошибка была у него этот псалом когда он пел до пропадение шаула первая строчка 7 сама мы смотрели сегодня это была ошибка нельзя было воспевать падение своего врага когда речь идет о таком человеке как шаул видите для давида вида шерша на шер что он пел для бога альдиврей куш по поводу дел куша эфиопа бен емени из колена бен емена почему же тут шаул называется эфиоп куш о чем разговор да хи куш шмо разве куш имя его в ало разве не шаул шмо шаул имяю элона ма куш и что мы знаем про эфиопа но знаете куш и это просто черный до человек очень черный с очень черным цветом кожи куш мишу на б оро он отличается кожей своей то есть он такой особенный черный отличается корр а в шаул также шаул мишу на отличается бемаса своими делами это очень странными то про на самом деле она очень часто употребляется в тонахе например жена маша рабейну цепора называется еще акуш и до женщина негритянка какая жена вам черная она была красавица белая женщина но она так отличалась своей внешностью в хорошую сторону от остальных еврейских женщин что они ее прозвали кушит чтобы унизить с одной стороны до унизить с другой стороны она реально так отличалась от них в лучшую сторону как если бы она отличалась бы от них худшую сторону так она была бы как вот кушит вот такой странный момент в общем это частая ситуация когда кушим людей с очень таким другим совсем другим цветом кожи использует как метафору кого-то кто очень отличается в данном случае вот шаул назвали словом куш потому что он отличался своими деяниями своей праведность а как же поговорим об этом конечно был целый ряд длинный ряд поступков у царя шаула которые в итоге привели к трагедии привели к его насильственной смерти потому что он погиб в битве на горе гелбоа и в перечне ошибок может быть даже преступлений царя шаула мы найдем в том числе действительно страшные моменты но в ираку они город но в город коэнов который был уничтожен по приказу фактически ну скажем с разрешения царя шаула преследование давида эти бесконечные канал собирался давида убивать неизвестно за что то есть все вот эти моменты они конечно делают это место в талмуде очень удивительно как это так шаул праведней давида скольких бы таких как ты я отдал бы за одного такого как он это фактически то что бог сказал давиду после смерти царя шаула если бы отдал что ж ты не повел от него династию а у него мозаль не тот он видите ли не под той звездой ради причем здесь вообще звезды кто у нас решение принимает творец или астролог который колонку в газете ведет творец принимает решение если он хотел бы сделать династию от царя шаула он бы ее сделал нет династия пошла от давида ли мелех это мой царь сказал всевышний что-то тут очень странное просто таки удивительно и написано в этом отрывке и нам надо будет в нем разобраться ибо понимание псалмов давида очень многих вообще личности давида которая стоит за этими псалмами зависит от этого отрывка очень-очень с божьей помощью в следующий раз будем разбираться с этим непосредственно